Молчит скала 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 По словам краеведа-археолога Ислоапсе Мадина Каспалетовича Тешева Который тоже родом из Большого Псюшху Слово Мэчме связано с деятельностью Магомед Амина в 1850-е годы пытавшегося привести шапсугов к строгой форме ислама Якобы на берегу реки для этих целей он построил мечеть но шапсуги сожгли его Название производится от Мэчме то же самое что Муртазеки то есть Народная Гвардия Амина Аул Большой Псюшхо имеет второе адыгское название Шойку Переводится оно примерно как Грязная Долина или Грязная Балка Это название принадлежит и реке Большой Псюшхо Меритуков термин Псюшхо переводится как Прозрачная река от адыгского Псевода река и Ушхо прозрачной чистой Тешев считает первичным название горы Псюшхо пишет его как Псюшуху и переводит адыгского как водораздел Коков дает только предположительные версии перевода это по нему Псюшхо голубейшая вода или пенящаяся вода По сообщению этнографа Леонида Лаврова предки жителей аула Большой Псюшхо населяли на Ужинское ущелье откуда в 1864 году были вынуждены войсками российскими переселены на реку Лабу в район станицы Дондуковской Ау Хаджимука Хабаль В конце 60-х годов 19 века им разрешили вернуться на Черноморское побережье и они поселились на теперешнем месте так как в более верхние горные части запрещалось селиться Большой отряд шапсугов среди которых было немало представителей фамилии Шхалаховых отправился в путь с целью добраться до Наужинского ущелья Таупсинского района Через две недели тяжелого пути на Валах Шаупука Шхалахова сломалось Ермо Возвращенцы шапсуги остановились на выжженный перевал выяснилось что стрепалось упрошу многих продолжить путь на таком транспорте по извилистым горным хребтам и балкам было очень рискованно суточный отдых прибавил сил путешественники осмотрели местность своего привала каштановый лес обилие дикоплодовых деревьев горная речка множество чистейших родников лучшего места для поселения не придумаешь на совещании с старейшим было принято решение не продолжать путь и строить здесь жилище решение было воспринято всеми преседенцами с радостью так был заложен аул Большое Псюшко при этом старого названия никто не помнит вполне возможно что семьи которые жили в этих местах до Кавказской войны оказались в Испанской империи интересный факт что это подобная легенда про сломанное колесо пол полоски которая вынудила остановиться и потом местные жители осмотревшиеся основали аул она повторяется очень часто не только у адыгов шапсугов но и в самой Адыгее ну например тоже у Казет такую же историю имеет известно что фамилия Дагуф имеет отношение к местечку рядом с селом Большой Псюшко с селом Цыпко но эта семья сегодня представлена только в Адыгее и у них есть известные данные о том что они выходцы из тех времен из тех точнее мест в ауле сохранились кварталы Коблетан на северной окраине то есть местечко Коблевых Тхако южная окраина Хабруко Тамер центр аула и Тубе северо-восточная окраина вот как раз таки слово Тубе оно относит нас к местечку Тубе и легенде о таком происхождении ады шапсугов из тех же мест где жили Абадзехи то есть вверху реки Белое и Цице известно что Коблевы это бывшие представители племени Гуае которые скрывали свое происхождение в прошлом выходцами из этого аула были многие известные личности среди них талантливый археолог Мадин Каспалетович Тешев открывший Туапсинский Стоунхендж или Храм Солнца как его сейчас называют в большом псевшопе родился Иверс Якуб Коблев всемирно известный советский спортсмен основатель одной из самых популярных школ самбо в Майкопской с историей этого аула связана жизнь героя Советского Союза Айдамира Ачминова